Астраханский мост, который расположен в центре Рязани, вновь разрушается. Сооружение делит Лыбецкий бульвар на правую и левую части. В данный момент с обеих сторон моста можно наблюдать покосившиеся заборы и провалившуюся плитку. Проблема существует не первый год. В то же время, не так давно в городе вновь поднимался вопрос о том, что под мостом нужно сделать проход, который дополнит ансамбль центра города. На мой взгляд, чтобы соединить правый Лыбецкий и левый Лыбецкий бульвар, необходимо произвести демонтаж этого масштаба и заново его сложить, на мой взгляд. Потому что там просто от кирпича осталась уже одна труха. Кирпич древний, старый, неоднократно он насыпался, неоднократно перилы, которые чугунные проходят вдоль моста по левой и правой стороне, так же обваливаются, рушатся. И кладка, кстати говоря, поползла там земля со стороны цирка. Обратите внимание, лицом на Астраханский мост смотреть, там как раз видно вот эту кирпичную красную кладку от этой трубы бетонной, которая была замурована, законсервирована в конце 19-20 века. Кирпичная кладка тогда была засыпана землей. Предполагалось, что таким образом мост будет больше укреплен. Однако на данный момент он расползается в разные стороны. Под Астраханским мостом в коллекторе проходит река Лыбец. При первоначальной постройке этого моста в 19 веке люди еще могли наблюдать протекающую на поверхности земли речку. Под этим мостом проходили речные трава, прогулочные маленькие катера, такие, но без моторов, соответственно. Люди погуляли на берегах этой реки. И даже со стороны цирка вдоль реки были огороды. То есть люди высаживали различные культуры. По правой стороне, где находится главпочтам, там как бы была заболоченная местность. Потому что Лыбец была заболоченной рекой. Она где-то нашла ручьем, где-то она расходилась в заполоченном месте. Где-то опять собиралась в ручей. Со временем водоем замуровали в коллектор и увели под землю. В настоящее время исследователи и диггеры отмечают, что Лыбецкий коллектор находится в разрушенном состоянии. В прошлом году группа рязанцев прошла больше двух километров по этому сооружению. Они отметили, что в районе Астраханского моста на коллектор происходит большая нагрузка, в результате чего он разрушается. Состояние очень удрочающее. Очень много швов и бетонных стыков находится в трещинах. Частично хорошо видно проникшие корни сквозь швы. На швах бетонных стыков также растут шампиньоны. Очень большое количество мусора и покрышек автомобильных, сохранившихся с 60-70-х годов прошлого столетия. Было плотно видно, что в этом месте идет сильный обвал тюбингов и бетонных коммуникаций. Очень сильно было заметно, что бетонные люки были замурованы под асфальт, заасфальтированы. То есть снаружи их не видно, а под землей они присутствуют. Те, кто видел коллектор Лебеди изнутри, беспокоятся, что на него идет сильная нагрузка сразу в трех местах. В районе Астраханского моста, Центрального рынка, а также Первого транспортного училища. Диггеры предполагают, что если не начать его реконструкцию, в скором времени в Рязани могут начать происходить потопы. Если учесть, что Астраханский мост уже проваливался неоднократно, одно из затоплений может произойти на Лыбецком бульваре. Серьезно, если там обвалится, то будет весело. Будет город весь плавать, и я уверен на 100%, что это не недельный ремонт, и даже не двухнедельный. Это придется реку в этом месте выводить в надземное положение, пробивать в то место, в коллекторе, где она обвалилась, чтобы пропустить ручей. Иначе просто что-то будет затапливаться, и мы поплывем. Вот и все. Но скоро это произойдет, 100%. Исследователи предполагают, что скоро коллектор Лыбеди не выдержит нагрузку в районе моста. В то же время даже внешний вид этого сооружения говорит о том, что ремонтом нужно заняться вплотную. В этом году Министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области планирует подать заявку на участие в конкурсном отборе для предоставления субсидии из областного бюджета на реконструкцию моста. В случае выделения финансирования работы планируется осуществить в двухлетний период, в текущем и следующем году.